Девушки отдыхают Удивительно, с какой легкомысленностью человек совершает тот или иной поступок. Как просто может распорядиться судьбой другого человека, даже не предполагая, что, возможно, за это придется расплачиваться. В этой связи я вспоминаю одну историю. В тот день Андрей Горин не предполагал, какой сюрприз его ожидает. Здрасте. А вам кого? Андрей Горин. 33 года. Программист. Мне Андрея... Горина. Василина Серебрякова. 40 лет. Только что освободилась из мест лишения свободы. Это я. Что случилось? Здрасте. Я Василина. Какая Василина? Ну, Василина Серебрякова. Вы мне писали на зону, а я вам. На зону... А-а-а... Василина... Так это вы? Ну да, да. Я освободилась вот два дня назад. Приехала. А почему именно ко мне? То есть, я хотел спросить, а... Понимаете, мне просто идти некому. Я подумала... А, ну, да-да, конечно. Вы проходите? Пожалуйста. Спасибо. Только тут до Андрея, наконец, дошло, что он натворил. Он никак не мог предположить, что его шутливый роман в письмах примет такой оборот. С этой проблемой он пришел к психологу. Сказать, что я испытал настоящий шок, это не сказать ничего. Но я не мог ее не впустить. А действительно, а почему она приехала к вам? Вы приглашали ее? Нет. Я даже и не думал об этом. Просто до отсидки она жила в нашем городе. А когда освободилась, поехала домой. Там у нее случился полный раздрай с мужем. На вокзал ночевать ее не пустили. И она приехала ко мне. Всего лишь на одну ночь. А как вы познакомились? Об этом даже вспоминать совестно. Понимаете, все началось с глупой шутки моего приятеля Женьки. Ну, Андрюха, за твой отпуск. Надеюсь, что за время твоего отсутствия... Евгений Карцев, 30 лет. Владелец частного предприятия. Друг Андрея. У нас в конторе ничего существенного не произойдет. Да. Ну, а если и произойдет, то чтобы в этот момент мой телефон был вне зоны доступа. За тебя. За тебя. Хватит. Хватит горбаться на чужого дядю. Да. Правильно говорю, Лариса? Правильно. Лариса Тельнова. 30 лет. Подруга Евгения. Вот завтра своим работничком. Это и скажи. Нет. Я своим работникам, как отец родной. Кстати, Андрей, что по поводу отпуска? Я не решил еще. Вот думаю съездить к тетке в деревню. Там на грибы, рыбалка. Грибы, рыбалка. Ты что, решил свой законный отпуск на какие-то грибы поменять? А что? Ай, Андрей, ты теперь как вольный казак. Можешь и про любовь подумать. А, Ларис? Так он еще не развелся. Так это пустая формальность. Теперь тебе следует просто найти какую-нибудь веселенькую вдовушку и вперед. Вдовушку? Конечно. Кстати, вот нашел сегодня в почтовом ящике. Письмецо. Долго не знал, что с ним придумать. Наконец-то решил. Что это? Да это письмо твоего счастья, балбец. Я прочел, аж прослезился. Письмо с тюрьмы? Ну, это не важно. Тот зечка пишет на волю своего мужа. А муженек-то, походу, тю-тю. Она страдает, бедненькая, мучится. Хочешь, вместе ответ сочнем. И вы написали ей письмо? Ну да. Но мы же не знали, что из всего этого получится. Мы написали ей, что случайно получили ее письмо и хотим переписываться. Хотим. Ну да. Письмо было от меня. Но придумывали-то мы его вместе с Женькой, а я подписал. И каково же было мое удивление, когда я получил ответ. И как долго вы переписывались? Примерно полгода. Потом она сообщила, что освобождается и едет домой. Она писала, что ей очень помогли мои письма. Помогли не сойти с ума, а от тоски. И вот теперь она живет у меня, и я не знаю, что с этим делать дальше. Но в любом случае вы не можете просто так взять и выгнать ее на улицу, да? Нет, конечно. Но, однако же, дальше жить с ней я тоже не могу. Это ясно. Ну, думаю, что сейчас ей необходимо все-таки помочь. Надо быть к ней потерпимее сейчас. Ведь она оказалась в очень непростой ситуации. Слушайте, я из-за вас уже пятый раз пересчитываю. Каждый раз новый результат. Да прекрати-то ржать. И без тебя и так тошно. Значит, ты говоришь, стоит она в дверях и говорит, здрасте, я приехал. Если ты сейчас не прекратишь, я тебе вот этой вот пепельницей тяжелой тресну по башке. Это ж твоя идея была. Забыл? Да, Андрюха, развеселил ты меня, ничего не скажешь. Давно я так не смеялся. А мне вот не до смеха. Это ж надо. Ты меня втравил в такую историю. Ко мне приехал незнакомый человек жить, да еще после тюрьмы. А я вам еще тогда говорила, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не послушали меня два идиота. А чего делать-то теперь? Что делать, что делать. А я знаю, что делать. Ты, как порядочный человек, просто обязана не жениться. Она хоть ничего? Ты что, ничего не понял? Мне нужно думать, как человека побыстрее из дома выгнать, а он опять со своими шуточками идиотскими лезет. Вот сам иди женись на ней, болва. Какие же вы оба негодяи. Как я с вами общаться-то раньше умудрялась. Это же подло. Неужели вы не понимаете? Василина умудрилась навести в квартире Андрея идеальный порядок. И вечером его ждал вкусный ужин. Приятного аппетита. Спасибо. Не остыло? Нет, все. Очень вкусно. Вот хлеб закончился. Порошок надо купить, но у меня деньги закончились. Слушай, ты бы мне сказала, я бы все сам купил. И порошок куплю. А вообще, знаешь что? Мне как-то неловко с тобой на вы обращаться. Ведь мы же в письмах друг другу ты писали. Давай перейдем на ты. Договорились? Договорились. Ну вот хорошо. Голодной не будешь? Нет, нет. Давай вместе со мной, а? Покушай. Нет, я когда готовила, ну кусочек начала. Да ладно. Ешь, ешь. Спасибо. Давно мне никто так не готовил. Не спишь еще? Нет. Можно войти? Войди. Я хотел с тобой поговорить. Ну, говори. Ты знаешь, мне кажется, я могу помочь тебе с работой. У меня есть приятель, Женька, у него своя фирма. Я могу с ним договориться, чтобы он устроил тебя к себе. Хочешь? Хочу, да. А еще, я просто хотел тебя поблагодарить за ужин. Ты знаешь, ты очень хорошая женщина. Спасибо тебе большое. С тех пор, как ты появилась в моей жизни, в этом доме, мне стало как-то тепло и уютно на душе. И хочется возвращаться вечером домой после работы. Спасибо. Спасибо тебе. Написав ради шутки письмо в женскую колонию, Андрей Гурин не предполагал, чем может обернуться его легкомысленный поступок. Освободившись, Василина приехала к нему домой. Психоаналитик Борис Ефимович Егоров предложил Андрею помочь Василине, ведь она оказалась в непростой ситуации. Андрей впервые ощутил, что такое женская забота. И понял, что его тянет к этой женщине. Ну, ты даешь, Андрюха. Теперь главное, чтобы она не залетела от тебя. А то ее потом никакими палками не выгонишь. Ты хоть предохранялся? Да нет. Все как-то так само собой получилось. Слушай, друг Ситный, а может у нее по поводу тебя какой-нибудь план имеется? Сам подумай. Ты мужик с квартирой, со всеми удобствами. Вот она и решила тебя захомутать. Да нет, не думаю. Ты в последнее время совсем мало думаешь. Две недели она будет делать вид, что ищет работу. А потом поставит тебя перед фактом, что ты скоро станешь папой. Вот и все. Да нет, не поставит перед фактом. Не думаю. Она не такая. Такая, не такая. Все они такие. И сейчас главное кому-нибудь под бочок пристроиться. И вообще зря ты ее соблазнил. Нахлебаешься еще. Так, хватит. Ты достал уже. Вспомни, кто это вообще все затеял. Друг называется. Облапошит, облапошит. Ты сам-то на себя в зеркало давно смотрел? Вечно у него все плохие. Один он на белом коне. Да катись ты. Вот дурак. Привет. Я к тебе, а от тебя нет. Я тут вещи пришла забрать. Мы же договаривались, помнишь? Екатерина Пушкова. 30 лет. Бывшая жена Андрея. Конечно забирай. Привет, Василина. Ой, я с Катериной заболтала здесь. Ты же голодный. Да ладно. Сиди, успокойся. Я в столовке поел. Ничего страшного. Ну и давно ты меня ждешь. И что, без меня свои вещи ты забрать не могла? Могла, конечно. Но мы тут с твоей новой подружкой разговаривались. Она мне столько много интересного про вас с ней рассказала. Не ожидала я, Андрюш, что у тебя могут быть такие знакомые. Мне кажется, Катя, что уже это не твое дело. Или я ошибаюсь? Почему же не мое? По-моему, очень даже мое. Мы, насколько я помню, еще не в разводе. Или ты забыл? И, конечно же, мне есть дело до того, с кем ты общаешься. Сам знаешь, мир тесен, а прослойка, ох, какая тонкая. Пойду. Куда? Мне надо. По работе. Ну и стерва ты, Катюша. Как была стервой, так и осталась. А ты мне не хами, Андрюш. А лучше пойди проверить, не прихватила ли твоя новая подружка каких-нибудь вещичек ценных с собой. Сердобольный ты наш. Василина долго не приходила. Андрей уже начал беспокоиться, как в дверь позвонили. Ну вот, идти мне некуда. А жена твоя, Андрюшечка, ну такая змея под колонной. Я ее чаю, а она дурак, ты что жил с такой. Слушай, ну тихо, тихо, ты успокойся. Успокойся. Ты чего так набралась-то, а? Да. Прогуляла последнюю копеечку. На работу меня не берут. Как увидят справку, все, не берут. Тихо, 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 а то сейчас тут все соседи сбегутся. Слушай, я хочу, чтобы ты сейчас умылась и пошла легла спать. И все. Я совсем запутался. У меня такое ощущение, что все это происходит не со мной. Я ведь плохо ее знаю. Но, с другой стороны, я чувствую, что она хороший человек. А она не рассказала вам, за что отбывала наказание? За кражу. Она работала кладовщицей на ткацкой фабрике. Ее бывший муж предложил ей организовать маленький семейный бизнес по пошиву костюмов. Ну и она стала потихоньку таскать ткань со склада, пока не попала под ревизию. Ну да, остается только вспомнить Де Сент-Экзюпери, да, маленький принц? Мы в ответе за тех, кого приручили. Скажите, а вот Василина, как женщина, вам нравится? Честно? Да. Андрею удалось договориться с Евгением о том, чтобы тот устроил Василину на работу в свою фирму. Как вы понимаете, милая барышня, вместо заместителя генерального директора я вам предложить не могу. Да, я понимаю. Ну вот место уборщицы у меня вакант. Хотите? Да, хочу. Ну тогда почему вы не спрашиваете про зарплату, условия труда? Не знаю, неловко как-то. Женька, ну чего ты выпендриваешься, а? Ну посмотри, ты человека в краску уже вогнал. Ну, во-первых, не Женька, а Евгений Семенович в этот раз. А во-вторых, Василина, вы не могли бы нас оставить вдвоем. Буквально на несколько минут. Спасибо. Слушай, Андрюха, а дамочка ничего. Я думал, старая мымра какая-то. А если ее одеть, обуть, даже нашим бабам фору даст. Поверь мне, я-то в этом знаю толк. Скажи-ка, милый друг, как это у вас было в первый раз? Что, как? Ну, это самое. Ну, один раз было, в первый вечер. А потом нет. Ну, хорошо. Считай, беру я на работу. Даже зарплату приличную поставлю. Это только смотри у меня. Да ладно, мы же друзья. Спасибо. Пока, не на что. Через несколько дней Андрею позвонила Екатерина и предложила встретиться, чтобы обсудить детали развода. Слушай, а я хотела спросить у тебя с этой зодичкой, ты серьезно? Пока нет. Только не надо ее так называть. Ох, извините. А как прикажешь ее называть? По имени-отчеству? Нет. Никак не надо называть. Слушай, а я не понимаю, в чем дело? Что? Что происходит? Я просто помогаю человеку. Вот, собственно, и все. А ты что так задергался-то, а, Андрюш? Давно я не видела тебя в таком состоянии. Спишь с ней? По глазам вижу, спишь. Экзотики захотелось, да? Слушай, я сейчас уйду. Ну ладно, извини. Извини, сама не знаю, что говорю. Черт. По-моему, я просто ревную. Понимаешь, Горин, просто банально ревную к этой твоей. Слушай, а может, не будем торопиться, а? Жалко. Прожили семь лет, много хорошего было. Жалко так все взять и одним махом сломать. Да, я помню, что полгода назад, когда я говорил тебе те же самые слова. Помнишь, что ты мне ответила на них? Ты знаешь, Андрюш, я за это время много передумала. Наверное, повзрослела, поумнела. А давай начнем все сначала, а? Ну, мы же, в конце концов, не сужие люди друг к другу. Давай прям сегодня к тебе перееду, а? А Василина? Ну, куда же я ее дену? На улицу с чемоданчиком? Нет, Кать. Понимаешь, недели две назад это еще было возможно, но сейчас нет. Ну, как знаешь, Горин. Только учти. Андрей вдруг понял, что его стало тянуть домой. Он поймал себя на том, что уже давно не испытывал этого чувства. Привет. Мои руки, у меня почти все готово. Как дела? Была сегодня на работе? Да. Евгений Семенович пообещал мне платить большие деньги. Так что теперь я смогу снять комнату и не буду больше у тебя на шее сидеть. Ты знаешь, я давно хотел тебе сказать, ну, конечно, ты можешь снять комнату и переехать жить туда, но ты также можешь и остаться у меня. В общем, ты вольная выбирать, как тебе нравится. Места хватит. Ну, по правде сказать, я не хочу от тебя уезжать. Совсем не хочу. Ну, тогда оставайся. Хочешь? Угу. Женя, какого черта, а? Ё-моё, скучаться надо. Что здесь происходит, а? Отвечай мне, ну. Что происходит? Сам не видел, что ли, маленький? Ты же мне обещал, помнишь? Ты же мне друг. Обещал. А что я тебе обещал? О том, что первый приставать не буду. А когда передо мной бедрами виляет, что ж я отказываться буду? Не тот случай. Врёшь. Андрей, ты в женщинах разбираешься, как свинья в апельсине. Ты вспомни, по первому разу она к тебе с оба первой приставала. Разве не так? Ладно. Я пойду. Иди, иди. Пока. Ну, бывай. По переписке Андрей Горин познакомился с Василиной, которая отбывала срок за кражу. Освободившись, она приехала к нему, и Андрей предложил ей пожить у него. Василина заботилась об Андреи, и он понял, что его влечёт к этой женщине. Андрей устроил Василину на работу к своему другу Евгению, но однажды Андрей застал Василину в объятиях друга. Андрей принял единственное возможное, как ему казалось, решение. Эта женщина больше не может оставаться в его доме. Андрей. Так, вот твои вещички, я их собрал. Кажется, ничего не забыл. Андрей, я хочу объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Всё это враньё. Я думал, что ты другая. А ты самая обычная продажная дрянь. Уходи. Прощай. Но всё не так, как ты думаешь. Мне это уже не интересно. Ну что ещё? Денег на трамвай я тебе не дам. Иди, проси у своего начальника. Каких денег, Андрюша? А, это ты? Я не тебе. Понимаю, понимаю. Я сейчас встретила эту твою с чемоданом. Она наконец-то уехала? Нет. Я её выгнал. Ну, давно пора было сделать это. А за что? Не за что. Так, ты что пришла? Поговорить? Давай не сегодня, а? Хватит с меня уже на сегодня разговоров. Тихо, тихо. Ты не нервничай. А, кстати, ты подумал над моим предложением? Да, Катя, подумал. И говорю тебе нет. Ладно. Я завтра зайду. Знаете, я не думал, что она так много стала значить в моей жизни. А вы уверены, что у вашего приятеля действительно всё происходило именно так, как он рассказывает? Ну, я не знаю. Ему нету причины врать мне. Ну, он вполне мог желать оправдаться в ваших глазах. Ну, и самое главное, прежде чем принимать решение, ну, выслушать надо ведь две стороны. Я испытал настоящий и сильный приступ ревности и понял, что вот за то короткое время, что она прожила у меня, я полюбил её. Ну, так тем более надо было говорить, а не выгонять сразу на улице. Как я понимаю, у неё ведь негде жить. И поэтому попытайтесь, пожалуйста, её разыскать и обязательно поговорить. У тебя мобильник был выключен, а рабочий день уже закончился. Вот я и решил позвонить, узнать, была ли у тебя сегодня Василина? Была, была. Ты лучше меня спроси. Ладно, я тебе позже отзвоню. Так, а где она? Что с ней? Нам. Это твои письма. Она просила передать. Дурак ты, Андрюшка. Самый настоящий дурак. Ты кому поверил-то? Женьке? Видел бы ты сейчас дружка своего. Морда расцарапана. И синякку трубу залюбуешься. Жаль, что не я это сделала. Давно руки чесались. А где она? Что с ней? Не знаю. Когда она от Женьки вышла, я у неё спросила, куда она пойдёт. Она сказала, что лучше никуда, чем получать плевки от любимых людей. Понял? Любимых. Вот и соображай. Ещё она просила передать тебе спасибо за всё, что ты сделал. Передаю. Знаешь, она сказала, что хочет уехать из этого города. И забыть обо всём. Как страшный сон. Ищи на вокзале. Ну, что стоишь? Беги. А то опоздаешь. Василина! Погоди! Постой, слышишь? Василина! Василина, стой! Это же я, стой! Уходи, Андрюша. Постой, нам надо поговорить. Ты уже всё сказал, уходи. Извини, пожалуйста, прости меня. Я правда люблю тебя. Я полюбил тебя с того дня, как увидел. А я чуть с ума не сошёл, когда он обнимал тебя там, в кабинете. А ведь хороший у тебя друг, Андрюша, а? Настоящий. Скажи, а ты такой же? Мне всё равно, что ты думаешь обо мне. Я тебя больше никуда не отпущу. Скажи, как ты узнал, где я? Лариса сказала. А ещё она сказала, что ты... Что я люблю тебя. Да. Я тебя, Андрюша, больше, чем люблю. Ты для меня единственное, что есть в этой жизни. Василина, я больше тебя никуда не отпущу. Я люблю тебя. Пожалуйста, пойдём домой вместе. Пойдём. Ты только не обижай меня, пожалуйста. Я никогда больше не буду тебя обижать. Пойдём. Ты знаешь, я чуть с ума не сошёл, когда узнал, что ты ушла. Как часто в жизни мы хотим быть благородными и великодушными, к людям, которых мы изначально ставим ниже себя. Нас иногда хлебом не корми, да и попекать кого-нибудь. Но так устроена жизнь, что за все свои поступки нам приходится платить. И те самые люди, которые нам кажутся слабыми и никчемными, на самом деле оказываются сильными и по-настоящему благородными.